Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня 18 августа, я пришла все еще обрезая вот эти вот листья последние, хотя они еще все зеленые, но время уже подходит, нужно как бы стимулировать их на ускорение созревания плодов. И вот хочу вам показать, когда весной я показывала, что я высаживала вот на этом поле, тут ровно 1 сотка, 500 штук, многие, ну как, им было интересно, можно ли получить урожай при такой посадке. Вы видите, что у меня растут по 2 томатика в одну лунку и привязаны к одному колушку. И почему-то люди некоторые считают, что это очень густо и что не будет урожая, но несмотря на то, что у нас нынче была вообще не только весна проблемная, но и лето проблемное, весной сильно долго были морозы, поздно высадились, летом потом была продолжительная вот эта знойная жаркая погода, когда плохо проходило опыление, когда не хватало им влаги, они некоторые даже засыхали. Ну вот короче, а потом опять было полмесяца дождей, все было не так, как нужно. Когда нужна была влага, была жара. А весной, когда нужно было тепло, было холодно, потом дальше, когда нужна была влага, наливались плоды, было очень жарко, а потом, когда им нужно было созревать и нужно было тепло, то был дождь. Короче, у нас все было наоборот. Но несмотря на это, вот смотрите, урожай получился неплохой. Вот там у меня первые, это мелкоплодные, дальше вот этот идет Кенигсберг. Вот там, вон видите, на втором ряду большие такие, это гордость Сибири. Потом вот за ними, вон видите, светятся такие светленькие. Это вот сибирское яблоко, очень прекрасный сорт. Вот это вот любимый праздник, там если дальше пройтись, посмотреть, там и русские колокола. Вот здесь вот у меня маленькие эти, которые из короспелки, вот это Саньки, Джины. Ну все, все, все. Вот он, как бы вам, сейчас подождите, мне встать некуда повыше. Вот он весь участок, вот он мой. Вот здесь вот 520 или 512. Все томаты выглядят хорошо, листва у них еще зеленые, на нас никакие сильно болезни не напали. Но я даже не из-за болезни, я хочу сказать тем, кто хочет, например, на будущий год попробовать экспериментально несколько рядков, сделать по два в одну лунку. Вот я вам показываю. Мужчина у меня спрашивал, на каком расстоянии. Я, правда, еще не мерила, я примерно сажу, но примерно на расстоянии 40 сантиметров между лунками. Сейчас, подождите, хоть четвертью померить, что ли. Так, раз, два. На расстоянии два вот таких вот. И так тоже, квадратом. И вот 40 сантиметров между ними, 40 сантиметров между рядами. Два вот таких ряда сдвоенных, потом дорожка, потом еще два ряда сдвоенных. Ну, короче, получается, как грядой. Гряда, четыре, ну, так вот, четыре растения. Все. Не буду усложнять, все зимой я рассказывала, и как я по две в лунки сажаю, и какие сорта хорошо сажать, какие плохо. Но вот сейчас, чтобы подтвердить свои слова, которые я зимой говорила, я не люблю говорить голословно. И если я уж сказала, что да, я так выращиваю, у меня хорошо все получается, у меня отличный урожай, можно на этом и замолчать, и все, и люди будут думать, то ли это правда, то ли нет. Ну вот, я хочу сейчас показать вам. Конечно, я уже все снимала здесь, снимала и любимый праздник, и русские колокола, и вот этот Кенигсберг, нижние кисти немножко брала. Но все равно опытный человек, и даже не опытный, таким общим взглядом поймет, что урожай неплохой при такой загущенной посадке. Вот на одной сотке у меня размещено 500 томатов, вот именно вот на этом квадрате. Остальные есть и там, по теплицам, по заугольям, везде. Но вот здесь 500 томатов на одной сотке. Как они себя чувствуют? Чувствуют себя они хорошо. Все у них прекрасно. Плоды наливаются, зреем, спеем. Я только успеваю собирать, оттаскивать домой. Вот сейчас обрежу все последние листики, соберу все спелые плоды, которые уже вот очень поспели, начинают лопаться. И остальные будут висеть, как сказать, мы будем висеть и надеяться на хорошую, теплую погоду. Если погода будет теплой, то вызреют еще и вот эти кисти, нальются. Вот видите, тут еще одни кисти. Выше тут еще у нас кисти. И одну кисть, которую я оставляю, вот на самой макушечке, может быть, вызреет и эта. Раз, два, три, четыре, пять. Ну вот эта вот пятая кисть, обычно больше пяти кистей мы не оставляем, но я оставила эту на крайний случай. Вдруг будет длинная, такое, как бывает, бабье лето, такой теплый период. Все. Не буду вас долго задерживать. Вот это видео сняла я вам только затем. Ой, я тут сижу, отдыхаю пока. Сняла вам это видео только затем, чтобы показать, что по два томата в одну лунку, они растут, плодоносят, хорошо наливаются. И даже у нас в Сибири, вот в Алтайском крае я живу, можно получить хороший результат. Вот, я бы не сказала, что это загущенная посадка, но вот при такой посадке уплотненной, у кого маленький участок, кому хочется побольше разных сортов, пожалуйста, пробуйте, экспериментируйте. Чтобы у вас не получилось так, что вы по моему совету посадили и не получилось, разделите все томаты на две части. Половину посадите обычным способом, а половину так. Кто в этом году садил по два томата в одну лунку, у всех получилось, у всех удалось. Все уже пишут, что ой, у нас все прекрасно, получили урожая в два раза больше. Ну все, до свидания. С вами была Ольга Чернова, вот это я показала, как себя чувствуют мои 500 томатов на одной сотке. Потом приду, покажу вам вот этот сорт сибирское яблоко, очень красивый сорт, оригинальный и вкусный, и красивый, и выносливый. Вот это все сибирские сорта, сейчас буду рассказывать вам про Кенигсберг, все.